Девушки отдыхают Рубка, ствол под диаметр снаряда И вот такая вот зажигалка для газовой плиты Из этой зажигалки понадобится только лишь плата и высоковольтная катушка Все остальное на помойку Для питания электроники можно по стандарту использовать две пальчиковые батарейки Но я решил использовать литий-ионный аккумулятор Он меньше, легче И напряжение у него чуть-чуть побольше, чем у двух батареек Но так как напряжение у него больше Возрастает мощность искры Вроде бы хорошо, но с другой стороны Из-за повышенной мощности искры Искра начала пробивать внутри самой высоковольтной катушки Пришлось ее залить парафином И обтянуть в термоусадку Для того, чтобы не вываливался парафин Мощность искры увеличилась ненамного сильнее Но Небольшая прибавка все же есть Из куска жести сделал вот такой хомут С помощью которого прикреплю камеру сгорания К рукоятке на болтике Вот таким вот образом Ствол хотел изначально крепить на резьбу Чтобы закрутить его в камеру сгорания Но не нашел подходящие плашки Поэтому буду его крепить за счет небольшого конуса На краю трубки Немножко разбил Конус на краю Теперь изнутри Камеры сгорания ствол Вставляется И Снаружи зажимается вот таким вот хомутиком Прикручен ствол И рукоятка Теперь можно прикрутить электронику Что-то я сегодня ленивый Поэтому электронику буду Крепить с помощью скотча И изоленты Электронику просто прикрутил изолентой Аккумулятор на скотч И приклеил кнопку Один провод От катушки От высоковольтной катушки Будет прикреплен просто к корпусу Так как корпус алюминиевый Второй провод от высоковольтной катушки Будет заходить Внутри камеры сгорания Через вот такой штуцер А через второй такой же штуцер Будет заходить В камеру сгорания топлива В камере сгорания настроен зазор Для оптимальной искры Так как в виде снарядов Будут использоваться шарики для пневматики И различные дротики Из швейных игл Из иглы от капельницы Из гвоздей Ну и тому подобное То на ствол Прикреплю Магнитики Которые будут удерживать Снаряд Не позволяя ему закатываться В камеру сгорания Также понадобится пробка Которая будет плотно подходить В камере сгорания В данной пробке есть сквозное отверстие Поэтому его просто Зажму болтиком Сюда вставим гайку А с этой стороны через шайбочку Зажмем болтиком Дополнительно Регулируя усилие зажима Этого болтика Можно регулировать Расширение этой пробки Так как вот сейчас Она заходит Просто туго А если этот болтик Зажать посильнее Я уже С трудом могу ее Сюда засунуть Я испытал Такие топлива Как спирт Сольвент Ацетон И газ Но проблема Жидких топлив Заключается в том Что для правильной Детонации В камере сгорания Требуется Определенное Соотношение Кислорода К топливу А добиться Этого правильного Соотношения На жидком топливе Довольно проблематично Так как нужно Его как-то Распылять Поэтому буду Использовать Обычный Баллончик От газовой Зажигалки И опять же Просто Примотаю Его Изолентой В камере сгорания Вот с помощью Обычной Тоненькой Трубочки Буду подавать Из газового Баллончика Газ В камеру Сгорания Один Конец Кручивается В штуцер Второй Конец Просто Одевается Теперь получается Газ Через штуцер Попадает В камеру Сгорания И там Поджигается Истрой Единственная проблема С продувкой При каждом Новом выстреле Приходится Открывать Пробку Продувать И закрывать Обратно Попробуем Выстрелить Закрываем Пробкой Камеру Сгорания Закрывать Надо Потуже Так как Если эта Пробка Вылетит В лоб Будет Не очень Приятно Патрон Кидаем В ствол Он Вот здесь Вот В районе Магнита Останавливается Даем Небольшую Порцию Газа В камеру Сгорания И Можно Стрелять По-быстрому Распечатал Мишень На принтере Наклеил Ее На пластик Для обшивки Балконов И Сзади Наклеил Вот такую Пенку В несколько Слоев Чтобы Осколки Этого Пластика Не разлетались В разные Стороны А оставались Вот Внутри Него Мощность Такого Самострела Сравнима С пневматическим Оружием А стрелять Можно Всем Что попадется Под руку Пусть Это будут Хоть Пульки Хоть Дротики Хоть Куски Пластилина Дротики Дротики Куски Пор